Самый большой ледник, располагающийся на Аляске, Хаббард. Начинаясь от канадской горы Логан, он заканчивается в районе залива Разочарования, рядом с Фердом Рассел. Таким образом, крупнейшее ледниковое образование Северной Америки находится одновременно в Канаде и США. В длину ледник простирается на 122 километра, толщина льда при этом больше 100 метров. Ширина зависит от времени года, летом не более 9 километров, а в зимнее время 15 километров. В течение последних 100 лет Хаббард растет, продвигаясь все более в сторону моря. За год он проходит не более 20 метров. По подсчетам ученых, на спуск слогана ему понадобилось 400 лет. За несколько километров перед впадением в море, Хаббард соединяется с еще одним ледником «Валери». Из-за огромного количества льда, образующегося в результате слияния, велик риск полного перекрытия заливов в недалеком будущем. Альберта, Канада, чистейший воздух, дикие леса и горячие источники из-за активного движения Хаббарда, уже несколько раз было замечено возникновение пресноводных озер. Так, в 1986 году, из-за того, что ледник преградил вход во фьорд Рассела, появилось одноименное озеро. За одно лето глубина его достигла 25 метров. Спустя несколько месяцев, ледниковая «пробка» не выдержала давления и разрушилась. Таким образом, между Фердом и океаном снова наладилась связь. Подобное появление и быстрое разрушение озера было замечено и в 2002 году. Велик шанс аналогичных случаев и в дальнейшем, так как ледник не прекращает своего движения. Однако созданные Хаббардом озера несут прямую угрозу флоре и фауне окрестностей. За долгие годы они приспособились к океану, и не могут выживать в пресноводной среде. Ледник Горнер, Швейцария прогулки рядом с Хаббардом, и непосредственно на нем строго запрещены в целях безопасности. Посмотреть на него можно лишь с открытых бортов лайнеров, курсирующих неподалеку от достопримечательности. Экскурсии проводятся лишь в летнее время. Помимо обзора нескончаемых ледяных глыб, путешественники могут наблюдать и откалывающиеся огромные части, медленно сползающие в залив Тихого океана. Иногда отколовшиеся куски по высоте достигают размеров восьмиэтажного дома. По статистическим данным, откалывание происходит один раз в 20 минут. Ледник Перита Морена, Аргентина на сегодняшний день, плавание неподалеку от Хаббарда опасно, но еще не запрещено. Многие туристы совершают круизную экскурсию, чтобы насладиться бескрайними ледяными просторами и увидеть огромных чайкаек, восседающих на остриях отломанных айсбергов. Подписывайся на наш канал.